И пару слов добавлю про всяких гамашей, мне лично пофиг на их мнение, пусть сделают и думают обо мне что хотят, мне лично пофиг на хейтеров всяких там, я просто веду свой блог, так сказать, хоть маломальский подписчиков у меня прибавляется потихоньку, но мне все равно. И пару слов пока не забыл про Эспен, это очень удобная штука, просто если никто не пользовался вот этим вот Эспеном, это очень трудно будет людям втемяшить в голову то, что это очень удобная штука Эспен. Из-за того, что она практически универсальная, ее можно использовать как пульт ДУ в качестве в том числе и управления камерой и зуммирования на всех доступных объективах. На S линейке и ноут линейке в том числе, это все пришло из ноут линейки, внимание, они начиная с 21 поколения расформировали, то есть линейку S и ноут они объединили в одну большую. Это стала серия Ультра, S21 Ультра, S22 Ультра, вот как у меня S22 Ультра, эти модели все уже поддерживают совершенно спокойно Эспен. До этого это было фичи только лишь с ноута 20 поколения, до этого всего это именно линейка ноут была отдельно у корейцев, у самсунг конкретно. Вот так что, вот как то так ребят, в принципе этот стилус очень достаточно так удобен в плане, вот ну короче фокусировка фронталки немного у меня подводит меня, да или что. Ну вот как то так, а вот он может сфокусироваться, но короче фронталка фокусируется нормально, никаких проблем с этим не вижу, из-за того что у фронталки F2.2 кстати удобно очень снимать портреты на нее, из-за того что чем у камеры, сейчас я как это сказать, корректнее. Я просто в этом не особо силен, только в характеристиках, я просто разбираюсь в самих характеристиках матриц, дюймах там, то что чем больше параметры такого плана, как если написан 1 к 1.33 например, и 1 к 1.28 или 1 микрон что-то подобное, вот. Я в этом только разбираюсь, зачастую я на уровне полупрофи пока что, но я не профессионал в этом деле в плане камер. Очень хорошие камеры стоят у десятки, но у та десятого плюс, если вы купите его даже БУ, поменяете там всего лишь аккумулятор, в принципе можно с этим телефоном и годика два еще проходить, не менять его на что-то новое. Там также поддерживается быстрая зарядка, если вы возьмете S10 или S10+, там будет 3.5 мм джек. Он до последнего оставался только в десятой линейке и кажется в ноуте 10+, конечно же его убрали, если я не ошибаюсь, его убрали. Этот мини джек 3.5 вот здесь вот на правой грани, соответственно, где у меня стилус вытаскивается, вот здесь именно был 3.5 мм джек, здесь это место перенесли стилус. Если честно, по поводу удобства, сравнивая его с девяткой, что-то я что-то забыл, как на девятке он расположен, поправьте в комментариях, кто также пользуется ноутом девятым, меня в комментариях обязательно поправьте. И пару слов про, хотел вам вообще уточнить и сказать, типа, трехкратный зум очень хорош для съемки в недостаточном освещении в помещении. Он очень хорош, а десятка, опять же, бесполезна лично в узком пространстве. 0.6х куда интереснее из-за того, что тупо линза широкая, как на всяких там GoPro. Вот оцените, насколько она, в принципе, все может захватывать. Это 0.6. Раньше только 0.5 было. Это я камеру сейчас не протер немного, не обращайте внимания, камера у меня запотевшая, в принципе, 0.6. Конкретно так у меня относительно по модулям все, в принципе, чистые модули. Хотя, вот, теперь точно чистый. Я специально протер камеру для того, чтобы вам показать, как 0.6х снимает. Вот насколько классно он все это дело захватывает. Как видите, 0.6 более, чем широкоугольная камера. Рецентрально то, что у Note 10 плюс 0.5 была камера. Ее поменяли, даже тряску, в принципе, он хорошо вытягивает. В плане софтовой, софтверной стабилизации, но и на 23 Ultra, на Ultra Shriek нет никакого оптического стабилизатора. Потому что, сведящий автофокус, кстати, на всех модулях есть. Эта фишка тоже на всех модулях стал доступна. На 10-м поколении, по-моему, Ultra Shriek не обладал такой возможностью. Короче, все возможности чуть-чуть, чуть-чуть, капелюшечку прокачивают в плане камер все Самсунги. Но ничего с каждым годом, оно не меняется кардинально. Лично, если вы возьмете, кто сидит сейчас на S20 Ultra, на Note 20 Ultra, вы перейдя на S23 Ultra, конечно же, заметите разницу. Но переходя как с 22 или 21 Ultra на 23 Ultra, вы только заметите в том плане, что камера чуть-чуть стала детализированием. Именно основная. А так, в принципе, там разница в пределах погрешности, я так понимаю. И Quad HD 30 FPS, который был, вот это непонятно лично для меня, Самсунга убрали вообще в новых, более поздних моделях, в ESC-ах я имею в виду. Убрали возможность Quad HD 30 FPS. Они, то есть, эту возможность то лочат, то в будущих поколениях добавляют, Потом они снова ее убирают. Они пока что сами в этом плане. Но вам с головой, так лично скажу, Quad HD 30 FPS и Quad HD 360 кадров на ультраширке вам хватит. Но дело в том, что в режиме ультра стабилизации 23 Ultra в плане настроек просто легко запутаться. Ну, стало намного интересней. Ну, в камере-то ничего не поменялось, интерфейс тот же интуитивный, как был, так и остался. Просто в плане настройки там очень огромная россыпь функций всего этого изобилия, Что легко запутаться и цифровую стабилизацию я вот вообще практически не включаю. Потому что она кропит картинку, кропит картинку. Вот бы лицо бы, сейчас бы у меня было бы более приближенное что-то такое. Она как цифровой зум, вот. Просто картинку из-за этого угол съемки режется. Как видим, на фронталке тоже все хорошо. В принципе, фронталка по стабилизации тоже шикарна. И по макро, кстати, тоже. Фронталка очень хорошо, довольно-таки вблизи, как видим, фокусируется. Просто удачно подобранные технологии в сфере ульта. И вопрос по поводу компактности. Если вам конкретно нужна модель максимально компактная, То берите просто 23-23 модель без плюса, без ультры. Ультра нужна только тем, кто разбирается в теме камер И хочет себе максимально крутые возможности. То есть, взяв любую, в принципе, ультру, хоть S20 ультру возьмете, В принципе, вам не обломно будет. Там будет тоже приемлемое качество. Но 20-е поколение только на драконе. Снэпдрэгоне, по-моему, 860 или 870. Я уже сам в этих снэпдрэгонах запутался, по-моему. 860, ты снэпдрэгон, берите, на 20-м поколении. На эксинусе он у вас будет быстро разряжаться. Но камеры, по возможностям, шикарны. Именно на эксинусах. Поэтому, если вам нужна качественная камера, берите эксинус и не парьтесь. Поэтому параметры снэпдрэгона пооблажались чуть-чуть. Но 21-е ультра выходило в Корею, кстати, тоже на эксинусе. Поэтому 21-е поколение тоже удачное на эксинусе. Вот я сейчас записываю видео непрерывно 9, уже 9 минут, 50 секунд, почти 10 минут. Сейчас уже заканчивается запись. У меня телефон не нагрелся из-за климата. А так он у меня летом ощутимо теплый в обычных задачах. Пока всем все. Не буду вас задерживать. Хейтери, идите лесом. Всем пока. Пока.